Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, у нас сегодня солнышко. Смотрите, какая хорошая погода. Я уже сбегала в курятник, подсыпала опилки курочкам, покормила их, сходила за картошкой в покреб за закатками. И сегодня у меня опять готовка. Вчера показывала вам печенье, уже его доедают. Поэтому на десерт у меня сегодня будет шарлотка. Вот это яблочки остались. Сейчас я их почищу. Брусочками порежу. Здесь у меня яйца, 7 яиц, 6 использую. Пускай одно остается для развода. Яйца у меня куры одно через день несут. Игорь мне не разрешает включать свет. Сказал, света больше намотаешь, чем они нанесут яиц. Он думал, что свет включил и сразу все куры занеслись. Ну хорошо, хоть комбикорм окупил. Почуть комбикорм даю. Ну сейчас солнышко. Такое как бы весеннее настроение и погодка начинается. Дай бог начнут нестись. Я их проглистогонила. Так что все хорошо. Так, шарлотка будет с яблоками. Переходим обратно к еде. Дальше компотик с сухофруктов. Вот это все, что осталось. Поэтому принесла. У меня кастрюль не хватает. Поэтому думаю, надо допивать компоты. Компотик принесла. Его все будут пить. Так. Так, дальше на первое у меня будет свекольник. Взяла свеклу вот такую, которую мне зрительница рецепт давала. Так, она уже готовая. Дальше на второе сделаю пюре на молоке. А, вот туда и пойдет у меня одно яйцо домашнее. Вот туда в пюре и пойдет. Так. Пюре будет с салатом зеленые помидоры. Еще я жареный перец, который разбирала. Есть, который я целиком жарила. Очень вкусный. А это уже мне девочки сказали. Попробуй разобрать. Его, конечно, дольше было готовить. Его сюда больше влазит. Попробую по вкусу. Одинаковый или нет. Ну, мне тут больше понравился. Ну, как, больше еще не сравниваю. Мне понравился тот больше, чем скорость уготовки. Там просто целый перец пожарила, в банки заложила, приправы положила, залила маринадом и все. Здесь как бы надо перебирать, все это делать, копошиться, короче. Вот, кто не любит такое дело, то тут рецепт намного лучше. Так, и соус. Потому что салат у меня, девчонки, этот есть, ну, не знаю, может Даша будет. Маша, то навряд ли. Вот, Маша соус будет. Поэтому принесла так, что кто хочет с соусом, кто хочет с салатом. Вот, я перчик буду. Перец у меня, походу, я и Игорь. Игорь тут тоже так. Вот, больше я перец съем. У него вкусный. Так, и картошки у меня будут скумбрия. Достала такие хорошие скумбрины. Вот, конечно, их засолить бы, как с жидким дымом. Но у меня это едят только я и Игорь. А дети, ну, Даша только рыбу. Я не знаю, что Даша, я посмотрю, что Даша приготовить. А, у меня есть тевтели. Вот тевтели закатанные в автоклаве. Даша прямо аж трясется, ей так нравится. Маша вообще, я даже сказала, я пробовать не буду. Она любит у меня бесподливы, просто жареные котлеты. Вот. А рыбу, вот эту рыбу, будет у меня в мультиварке. Я сейчас, она размораживается, голову выпотрошу. Разрезаю до кусочки где-то толщиной 2 сантиметра. Ой. 2 сантиметра толщиной на кусочки разрезаю. Укладываю, у меня такая стеклянная кастрюлька есть. Специально для микроволновки. Вот. Солю, перчу и можно лимончиком чуть-чуть и дольки лимона сверху положить. Но у меня лимона нету. Нету лимона, закончился. Я тогда развожу немножко лимонки. Ну, где-то на кончике чайной ложечки. Так, чтобы кисленько было. И немножко поливаю. Ну, такой вкус как бы придает немножко кислинку. Вот, если не любите лимонку, можно не ложить. Всё. И отправляю. Сначала на 5 минут. Посмотрю, если оно уже как бы приготовилось, выключаю. Кто любит такое, чтобы немножко припеклось, можно на 10 минут. Так что покажу, как это всё выйдет. Как это выглядит. Так. И ещё, наверное, овсяночку сварю. Потому что молоко есть. Молочное. Ну, всё. Получается, на первое у меня свекольник. На второе пюре с салатами с рыбой. На десерт у меня компот закатка. И шарлотка будет. И молочная у меня будет овсяночка. Ну, вот такое вот у меня меню. Всё. Принесла картошку. Сейчас начищу. Поставлю. Он там кастрюлька ждёт. Поставлю. Пускай варится. Косточки у меня. Здесь кости клепят. Здесь позвоночник куриный. А здесь кость. Лопатка. Смесь будет свинина с курицей. Всё. Оно хорошо сейчас варится. Долго. Чтоб хорошо обобрать мясо. И наваристый бульон был. Всё. Выму. Картошечку закину. Сварится картошка. Выкидываю туда. А, сделаю зажарку. Морковка. Лук. Болгарский перец у меня замороженный есть. Ещё колокольчик есть замороженный. Пару этих перчинок кину. Сахар, соль, приправа для шашлыка. Она такой вкус даёт интересный. Вот. Ну, любую зелень сюда. Всё это пережарила. Я с сахаром делаю свекольник. Для меня с сахаром нравится. Всё сюда закинула. Зажарку. И в конце, чтобы цвет не ушёл. А, ещё лимоночки. Лимоночки, чайную ложечку. Чтоб цвет не ушёл, в конце надо. Когда вот кислоту вкинули, в конце свекло. И тогда цвет хороший будет. Чесночка, зелень и вкусный будет борщик. У меня свекольник любят все. Так, свекольничек у меня уже готов. Сейчас закипит, а зелень вкинула. Закипит и готов. Видите, хороший цвет. Пробовала вкусненький, наваристый, хороший. Так, сейчас у меня греется в микроволновке молоко. На 10 минут я кипячу. У меня коровье сырое, поэтому кипячу. Буду делать пюрешку. Подробно, как я варю свекольник, не с консервированной свеклой, а вот просто отваривать свеклу. У меня есть видео, я вам вставлю в первом комментарии и закреплю. Ну вот и пюрешка готова. Варю картошку, сливаю воду. Я картошку не солю сразу, потом, после того, как сразу слила воду, мну толкушечкой. В это время у меня скипятилось молоко. Молоко люблю, чтобы такое пожиже было. Литр, получается, у меня на эту кастрюльку ушло. Не знаю, сколько здесь, наверное, 3,5 литра. Вот литр молока, кусочек сливочного масла, грамм, наверное, 50. В конце, получается, солю. Соль добавляю где-то чайную ложечку на вот это все. Все помятое молоко, масло, соль. Взбиваю миксером. И когда уже взбила, под венчик вбиваю одно яйцо домашнее, сырое. Вы любое можете, какое у вас есть. Так как все горячее, оно термическую обработку пройдет. Вот яйцо вбивается для того, чтобы оно такое пышное было. Ну, кто не любит яйца, можете без яиц. Это для тех, кто не знает, кто первый раз зашел. Те, которым я давно смотрят, знают, как я делаю. Так что пюрешка готова. Сейчас я ее укутаю, потому что еще не приготовила рыбу. Порщик у меня уже готов. Картошечка готова. Компот с подвала. Салатики есть. Сейчас будем заниматься рыбой. Ну, так как шарлотка готовится около часа, я решила ее раньше сделать, поставить пускай печется. И тогда уже заниматься рыбой. Так, почистила яблочки. На дольки вот такие порезала. Отделила белки, желтки. Здесь стакан сахара пополам разделила. Сюда и сюда. И сюда немного соли. Где-то пол чайной ложечки. Можно чайную. Все. Сначала я взбиваю белки с солью и сахаром до пышной пены. Потом взбиваю до побеления желточки. Потом желтки добавляю в взбитые белки. Сколько у меня здесь яиц? Шесть яиц. Столько с хорошей такой горкой столовых ложек муки. Просеем, чтобы она пышненькая была. Все аккуратно вымешиваем. Это я так готовлю бисквит. Вот это основа у меня для шарлотки. Это бисквитное тесто. Потом это бисквитное тесто. Можно яблоки немножко притрусить мукой. Чтобы они сока меньше давали в тесто. А как бы мука, которая их будет обволакивать, этот сок в себя вобрала. Потому что может быть сырое тесто вокруг яблок. Вот. И можно вмешать сюда. Можно на противень выложить. Вот яблочки. Сверху можно сахар и корицу. Тесто вылить. И тогда, когда вы запечете, внизу, получается, когда будете нарезать, будут яблочки закарамелизированные. А сверху уже сам пирог. Но я сейчас перемешаю все вместе, чтобы начинка была в середине. Может, еще добавлю ягод. Я посмотрю, может, и хватит этих яблок. Наверное, только с яблоками сделаю. Тоже, наверное, корицей посыплю. Чуть-чуть сахара, муки. Вот так обтрясу, чтобы оно в волокол все. И в середину в тесто вмешаю. Подробно, как я делаю сам бисквит, тоже у меня отдельно есть видео, чтобы не заострять на это внимание и не терять время. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Ну, вот так взбила белки. Вот так, желтки. Все, сейчас соединяю, муку добавляю. Муку чуть-чуть сюда, корицу, сахар. Их потрясу. Здесь аккуратно перемешаю и все соединю. Вот такое тесто получилось. Так, здесь столовая ложка сахара, муки и корицы. Все сейчас аккуратненько встряхну. Ну, вот так выглядят яблочки. И сейчас добавляю в тесто, аккуратно перемешиваю. Ну, вот так выглядит тесто. Форму смазала сливочным маслом и сюда выкладываю. Ставим выпекаться на 180 градусов. Ну, вот так разровняла. Конечно, на этот противень надо побольше было бы яиц, но сколько есть. Все, отправляю выпекаться. Будем заниматься рыбой. Так, скумбрию я разобрала. Отрезала голову, спотрошила. Промыла, главное, черную пленочку, которая в середине, ее убрать. Нарезала на кусочки. Ну, вот такие. Все, такая у меня формочка вместе с крышкой. Взяла соль, перец и немножко лимонки. Хотите, можете лук нанес. Еще это, кто любит лук. Меня Даша лук не любит. Вдруг она рискнет рыбу попробовать. Вот, я не буду ложить лук, просто рыбку. На дно чуть-чуть соли, перчика. И укладываем рыбку. Красиво, чтобы побольше влезло. Вот так, укладываем. И сверху опять посолили, поперчили. Так удобнее, чем каждый кусочек отдельно. И таким цветочком. Был бы лимончик, было бы вообще шикарно. Вот. Перец. Соль. Так, и следующий ряд. Ну, вот так красиво уложили. Сейчас берем пол чайной ложечки лимонки. Если б были бы лимоны, я взяла бы, ну, дольки три, наверное. Нарезала, вот так вот выдавила, и сверху их тоже положила. Они бы аромат дали, и красиво было бы вкусно. Но нету, значит, пол чайной ложечки лимонки растворю. Ну, грамм, наверное, пятьдесят водички. И просто так вот пролью сверху. Ну, вот так насыпала и растворяю. Желательно, чтобы оно растворилось. Вот, чтобы не попалось комочки. И вот так по чуть-чуть пролила. Можно меньше, можно на кончике, чтобы не сильно любят кислое. Я тоже люблю кислое. Все, накрываю крышечкой. И пока на десять минут поставлю. Потом посмотрю. Если просто выделится сок и сокровица, и они такое будут, как бы, ну, не очень приглядного вида, еще пять минут так добавлю. Я люблю, чтобы так немножко, как бы, как по жарости было. Но, чтобы не сухая. Тоже пересушить. Лучше пускай она будет... Ну, рыба все равно, она не сырая. Она быстро приготовится. Мы же селедку едим. Здесь соль, перец. Ее уже можно есть постоит пару минут. Ну, как пару минут. Часок может постоять. Уже ее можно есть сырой. Вот. Но я приготовлю. Поэтому 10 минут. И будем смотреть с вами. Пока рыбка готовится, открыла перчик. Ну, что хочу сказать. Мне тот перец больше нравится. Не знаю, такой более насыщенный вкус. Этот более нежный. Не такой кислинк, не такой, как бы, чесночок. Ну, тоже неплохо. Но тот мне вкуснее. Так что, тоже неплохой, но тот вкусный. Так. И сейчас салатик этот открою. Выложу пиалку. Ложечку поставлю, чтобы кто захочет, тот себе наложил. Так, салатик выложила. Вот такой вкусный салатик. Он не кислый, он сладенький. Так. И для Даши тефтельки. Если она рыбку не захочет, открою тефтельки, подогрею. И с пюрешечкой, салатиком или соусом покушают. Я открыла. Но это через 10 минут. Видите, оно еще такое, как бы, белесое. Я еще на минуточек 5 поставлю. И оно такое, видите, бульончике, хорошо, с подливочкой. Ну, можно морковочку с луком на низ положить. Я думаю, оно протушится в микроволоке. И кто так любит, можете приготовить. Ну, а я говорю, еще 5 минут так накрою. Пускай еще протушится чуть-чуть, чтобы жидкость испарила. Чтобы она не была вареная. Ну, вот так. 15 минут приготовилась. Все. Сейчас буду накатывать, кушать. Ну, вот такой получается у меня обед. Правда, красивый, вкусный. Так, здесь у меня получается борщик красный со сметанкой, с хлебушком. Пюрешечка с салатиком из зеленых помидор со скумбрией, запеченной в микроволновке. Компотик с клубникой и черешней. И пока печенье сэндвич. Наша шарлотка еще печется. И еще у меня закипает молоко. Сделаю овсяночку на ужин. Так, овсянка варится. Ну, я сейчас налила 1 треть воды, остальное молоко. Ну, обычно пополам делаю. Молоко у меня деревенское, домашнее. Поэтому, ну, как бы вроде жирное. Вы смотрите по жирности вашего молока. Все закипает уже почти. Добавила сахар, соль по вкусу. Сейчас всыплю овсянку и кусочек сливочного масла. Сильно густую делать не буду, так, чтобы жиденькая была. Она же потом еще загустеет. Так, овсянку варю вот из таких еще, помните, в советские времена. Для меня это самое, вот, экстра номер 3. Самое вкусное овсяное хлопье. Все, сделаю овсяночку, у Даши меня ее очень любит. Вот такая шарлотка у нас получилась. Можно сверху глазурью полить, такая, что я делаю на сметане с маслом, с сахаром и какао. Можно сметанкой помазать, тоже с сахаром, с корицей. Можно просто сахарной пудрой присыпать. Ну, я не знаю, может, я ничем не буду, потому что здесь в середине корица есть. Я сейчас разрежу на порционные кусочки и выложу на блюдо. Покажу вам в разрезе. Вот, начало кладывать. Вот такая она на разрезе. Снизу сейчас покажу. Подрумянилась. Ничего не сырое, то напишите сырая. Все, и тесто, ой, сейчас, сфокусирую. И тесто все хорошее. Все, может, я сверху и правда что-нибудь полью, чтобы такое вкусненькое, наверное, сделаю шоколадную глазурь. Все, сейчас на тарелочку выложу. Видите, сколько много? 6 яиц и пару яблок. Получается у нас вкуснятина. Нина ко мне пришла греется на картошке, на пирожке. Минелька, свечу тебе в глаза, да? Ой, ты прям в камеру, прям в камеру. Любишь сниматься, да? Ой, да. Я хотела заснять. Вот уже нарезала все и шоколадную глазурью полила. Конечно, за глазурью вкуснее будет. Все, вот такая красота. Овсяночка у меня тоже сварилась. Вот такая получается, не сильно густая. Ну, периодически буду помешивать, чтобы оно вверху все равно всплывало, чтобы корка не схватилась. Я с крышечкой накрою и все. Все. Ну, все. На этом видео свое заканчиваю. У меня сегодня ушло на готовку где-то, ну, не знаю, сейчас уже седьмой час. Почти восемь часов. Двенадцать начала. Вот так мой трудовой день заканчивается. Вам спасибо, что заходите. Не забывайте. Надеюсь, вам идея понравилась. Что-то приготовите себе. Ссылочки на то, как готовлю борщ, пюрешку. О, что еще? Что этот? Бисквит. Не шаруку, а бисквит. Оставлю закрепленными внизу. Еще и глазурь тоже поставлю. Первым закрепленными комментариями будут ссылочки. Все. На этом видео свое заканчиваю. Всем всего хорошего. Здоровья. Мирного неба. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok